Здарова, ребятки! У нас сейчас будет видос. Я делал до этого, получается, 11 трансляций, одно сделал видео по разбору вариантов из сборника Камзеевой. И вот я снова здесь с разбором сегодня 13-го варианта сборника ОГЭ по физике, автора Камзеевой, вот такого вот фипишного, самого трушного, 2024-2025 год. Короче, 2024-2025, чем не года. Если вдруг вы наткнулись на этот видос спустя десятилетия, посмотрите, какие варианты были у нас сейчас. Ну а мы решаем вариант. Я перед началом решения напомню, что по ссылочке в описании можно практически в любой момент в году обратиться, и я вам помогу с подготовкой к ОГЭ по физике или к ЕГЭ по физике, если вы находитесь в 10-м классе. Короче, обращайтесь там. Вам, вы можете задать менеджерам вопросы по курсу, посмотреть расписание, узнать, какой продукт, какие цены, и записаться, готовиться со мной. Ну а мы начинаем решать эти лабы. Решать этот вариант. Итак, первая задача. Установить соответствие между физическими понятиями и примерами этих понятий. Каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго. То есть нам нужно найти среди этих примеров физическую величину, единицу физической величины и прибор для измерения физической величины. Что такое физическая величина? Это то, что мы обозначаем в физике буквами и в чем-то измеряем. Типа F в силах, в ньютонах, M в массах, в килограммах, ну и так далее. Единица физической величины это как раз таки то, в чем мы измеряем физические величины, и прибор для измерения физической величины. Тут как будто даже пояснять, что мы ищем не надо, ну какой-то прибор ищем. Окей. Смотрим примеры. Первое – это молекула. Молекула – это физическое тело такое. Второе – плавление – это процесс, это явление такое. Третье – объем. Это физическая величина, обозначается буквой В и измеряется в метрах в кубе. Сейчас потолще сделаю, так что здесь мы пишем 3. Единица физической величины – это миллиметр, то, в чем мы можем измерять длину, в том числе, четвертое. И динамометр – как раз-таки прибор для измерения физической величины, для измерения силы. У нас ответ 3, 4, 5. Окей. Поехали дальше. Второе – установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе их работы. Так, технические устройства у нас что есть? Гидравлический пресс и шлюзы. Что такое гидравлический пресс? Это устройство, которое фактически представляет собой два сообщающихся сосуда. Один тоненький, другой толстенький, вот такой широкий и узкий, можно сказать, еще. Вот здесь уровень, здесь уровень, да, и здесь лежат поршни. Прикол в том, что из-за того, что в сообщающихся сосудах мы следим за равенством давлений, то мы здесь с помощью него можем получить выигрыш в силе. И он основан на, в принципе, закона Паскаля, да, что давление, оказываемое на жидкости и газ, передается во все точки, по всем направлениям, без изменения, да. Ну, давай, гидравлический пресс, физическое явление – это передача давления внутри жидкости, да, мы оказываем давление сюда, это давление передается и сюда, во все точки, да, здесь нам на маленькую площадь, для того, чтобы оказать такое давление, много силы не надо, а здесь мы такое же давление оказываем на намного большее количество точек и получаем большую силу. Один. Б. Шлюзы. Шлюз – это тоже, кстати говоря, сообщающийся сосуд по факту, да, это когда у нас есть вот такой вот как бы лифт для жидкости, это жидкость на одном уровне, а здесь у нас есть жидкость на другом уровне, вот это вот подъем такой, и здесь жидкость на другом уровне. Мы можем сделать что? Мы можем сюда сделать такой лифт, сюда, открыть здесь дверь, загнать сюда кораблик, и он будет плавать на вот этом уровне, да, короче, кораблик, он плавает на этом уровне. Потом мы здесь дверку закрыли, а здесь дверку открыли, ну, здесь повыше сделали, здесь дверь открыли, и сюда начинает набираться вода, сюда натекает вода, из-за этого уровень воды поднимается, кораблик поднимается, да, на этом шлюзе, открываем здесь дверь, и он выплывает на новый уровень. Наоборот, можно тоже сделать. Сюда его заплыли, открыли здесь дверь, закрыли, он заплыл, открыли здесь дверь, вода отсюда вытекла, он опустился и поплыл здесь через открытую дверь. Такая вот идея в этих шлюзах. Так, здесь мы еще говорим про поведение жидкости во сообщающихся сосудах. Здесь как бы тоже сообщающие сосуды, но нам здесь важно именно то, что давление передается, а здесь нам важно именно то, что устанавливается жидкость на одном уровне. Во втором задании 1-4, это правильно. Вот. Я на всякий случай проверяю все ответы, чтобы все было четко, как у комиссии. Ну, чтобы, знаешь, даже, чтобы, если что, найти ошибку в сборнике. Ладно, поехали. Тринадцатое. Морские моллюски-гребешки, обычно спокойно лежащие на дне, при приближении к ним их главного врага морской звезды, резко сжимают створки своей раковины, силой выталкивая из нее воду. Таким способом они всплывают и, продолжая открывать и захлопывать раковину, могут отплывать на значительное расстояние. Что лежит в основе перемещения морского гребешка на большую рестанцию. Набирает в себя воду, да, как кальмар, выпускает ее резко, сам улетает в другую сторону. Опять набирает воду, опять спускает ее резко и улетает в другую сторону. Это что такое? Это реактивное движение, когда мы отбрасываем часть тела или струю газа или жидкости в одну сторону, сами улетаем в другую. Ракеты так взлетают, они отбрасывают струи газа, да, топлива и сами взлетают. Вот. То есть это принцип реактивного движения. Правильно. Дальше. Четвертое. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова или словосочетания из приведенного списка. Из воздуха на поверхность воды падает луч света. Вот он упал. Под слоем воды располагается стекло. Хорошо. На рисунке показан ход какого-то луча. На границе сред воздух-вода и какого-то луча другого. Так, еще раз. На рисунке показан ход луча преломленного, да. Здесь он преломляется раз. Видишь, у него вот здесь был один угол, здесь стал другой угол. Здесь опять такой же угол, который был, да, но стал еще меньше. Стал меньше-меньше угол. Ход преломленного луча. На границе сред воздух-вода и вода-стекло. А, все, понял. Значит, здесь нам нужно преломленный. Есть такой? Есть, преломленный. И вода-стекло. Где стекло? Вода-стекло. Смотри, тут ошибка в сборнике, видишь? Тире. Нужно было вот здесь оставить все пропуск. А здесь написано вода и что-то. А нам нужна просто вода-стекло. Ну, то есть, короче, чуть-чуть здесь облажались, но... А, нет, подожди, все нормально, это я неправильно читаю. На границе воздух-вода, это относится к одному, и вода-стекло. Все, 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 сори. Все нормально, сборники. Беру свои слова назад, извините, госпожа Камзеева. Дальше читаем. Показатель преломления воды, что-то показателя преломления стекла и что-то показателя преломления воздуха. Как это определить? Я вот очень люблю, хотя этого нет в самом ОГЭ, в кодификаторе, я очень люблю давать закон Снеллиуса. Почему? Потому что здесь, ну, супер просто. Как сравнить показателя преломления? Это такая константа для конкретной среды. Вот, допустим, это будет у нас... Здесь есть N воздуха, здесь есть N стекла, и здесь есть N... Ой, здесь есть N воды, и здесь N стекла. Вот смотри. В случае, когда мы переходим из воздуха в воду, у нас воздух будет первым, вода будет вторым. И смотри, мы видим, что в воздухе вот этот угол больше, чем в воде. Видишь? Здесь между перпендикуляром и падающим лучом угол побольше, чем между перпендикуляром и преломленным лучом. Соответственно, если в воздухе угол побольше, то величина угла, ну, конкретно величина синуса этого угла, компенсируется малостью показателя преломления. То есть, в воздухе показатель преломления меньше, чем в воде. Соответственно, в воде больше показателя преломления воды больше... А, нет, здесь со стеклом надо сравнить. Больше показателя преломления воздуха. Видишь? Воды что-то стекла и что-то воздуха. Ну, у воздуха он больше. То есть, здесь 4. Да? А теперь давай посмотрим вода-стекло, чтобы сюда что-то поставить. Так, давай, сейчас я вот здесь стрелочки сотру. Ну, когда мы переходим из воды в стекло, то тогда вода у нас будет первым, а стекло будет вторым. И мы видим, что вот этот уголочек, он все-таки больше, чем вот этот. Здесь вообще крохотный угол, да? Здесь еще какой-то приличный. Здесь совсем маленький. Получается, опять-таки, да, что у воды угол больше, вот этот вот уголочек, чем у стекла. А значит, показатель преломления у воды меньше, чем у стекла. Значит, меньше, чем у стекла, но больше... А, подожди, так я четверку не туда поставил. Тогда четверка здесь, а пятерка вот здесь, да? Меньше, чем у стекла и больше, чем у воздуха. Вот так вот по формуле сравнили. Ну, как бы мы описывали правильно, я просто с цифрами тут запутался, да? 6, 2, 5, 4. 6, 2, 5, 4. Все правильно. Распутались. Дальше идем. Пятое. Кольцо из медной проволоки быстро вращается между полюсами сильного магнита. И при этом нагревается. Какие законы позволяют объяснить наблюдаемый процесс? Смотрите. Сначала у нас с вами из-за вращения происходит изменение магнитного потока. То есть магнит создает магнитное поле между полюсами, да? От N к S это направлено. И эти линии иногда пронзают это кольцо. Когда оно стоит вот так, линии пронзают. Когда кольцо становится вот так, линии уже не пронзают это кольцо. Они идут как бы параллельно ему, да? Ну, в общем, не пронзают. Количество линий, которые пронзают это кольцо, оно пропорционально магнитному потоку. Соответственно, из-за того, что у нас количество линий пронзающих меняется, то меняется и магнитный поток. А при изменении магнитного потока через замкнутый проводящий контур, например, медное кольцо, кольцо из медной проволоки, у нас возникает в этом кольце индукционный ток. Это первый закон. А второй закон. При протекании тока через проводник, в нем выделяется тепло в соответствии с законом Джоуля-Ленца. Соответственно, импульс здесь точно ни при чем. Закон электромагнитной индукции, в следствии которого объясняет возникновение индукционного тока. И закон Джоуля-Ленца, второе. Закон ОМО для участка цепи здесь вообще ни при чем. Закон сохранения импульса. Опять-таки, до свидания. Так что мы здесь выбираем номер два. Дальше. Номер шесть. На рисунке представлен график зависимости координаты от времени для тела, движущегося вдоль оси ОХ. Чему равен модуль скорости тела в интервале времени, соответствующем участку ОА графика? Так, еще раз. В интервале ОА, скорость. Ну, мы видим, что здесь координата от времени меняется по прямой. Значит, это движение равномерное. Тогда я могу найти просто скорость, как путь поделить на время. Ну, и тогда как это сделать? У нас прошло по пути от нуля до десяти метров. То есть, десять метров прошло. За время сколько прошло? Одна секунда. Получается, десять метров в секунду. Вот и все. Дальше. Номер семь. Одно из колен О-образного манометра соединили с сосудом, наполненным газом. Чему равно давление газа в сосуде, если атмосферное давление составляет 760 миллиметров ртутного столба? Давайте посмотрим. Тут у нас ртуть. В этом манометре налита. Он подсоединен к газовому баллону и с другой стороны открыт к атмосфере. Сейчас я отпущу кота. И все это покажу. Давай смотреть. Вот он манометр. Здесь налита ртуть. С этой стороны давит, получается, дополнительно атмосфера. А с этой стороны, вот есть какой-то газ, в нем давление газа, и с этой стороны тогда уже давит газ. По газу. Вот. И коли уж уровень ртути установился на одном и том же уровне справа и слева, то давление газа, оно оказывается равно атмосферному давлению. Почему? Потому что если бы давление газа было больше, то ртуть бы вытолкнулась сюда. Если бы атмосферное давление было больше, то ртуть выдавила бы сюда. Если кто не видит уровень ртути, то вот эти вот палочки обозначают уровень ртути. Остальные находятся вне сосуда, это просто пунктирчик, чтобы показать, что они на одном уровне. А вот эти палочки именно отвечают за уровень ртути. Соответственно, давление атмосферное равно давлению газа. И если атмосфера была 760 миллиметров, то и в газе тоже 760 миллиметров. Правильно? Правильно. Так, одну секундочку. Все. Номер 8. Температура в лаборатории поддерживается равной 25 градусов Цельсия. В помещение лаборатории вносят два алюминиевых бруска. Первый брусок имеет массу 1 килограмм и начальную температуру 200 градусов Цельсия. Второй. Массу 2 килограмма и температуру 100 градусов Цельсия. Первый брусок кладут сверху второго. Какую температуру будут иметь бруски при достижении теплового равновесия? Какая у них будет температура? Смотрите, тепловое равновесие, оно достигается при прекращении теплообмена. А теплообмен прекращается, когда температуры становятся одинаковыми. У чего здесь будет одинаковая температура? Ну, понятно, у двух алюминиевых брусков и, что важно, воздуха в лаборатории, потому что они с воздухом здесь тоже обмениваются теплом. Они лежат в лаборатории, и вот если у тебя есть, например, стол, стул, диван, то этот диван, он комнатной температурой. Почему? Потому что он закончил теплообмен с комнатным воздухом. Поэтому они достигли одинаковой температуры. И здесь произойдет точно так же. Если у вас в лаборатории поддерживается постоянно температура 25 градусов Цельсия, то пока все не достигнет температуры 25 градусов Цельсия, будет продолжаться теплообмен, а значит не наступит теплового равновесия. И тепловое равновесие при наступлении него, у всех у них будет температура точно 25 градусов Цельсия, даже непримерно. А нет, тут прошло непримерно, а просто какую температуру? 25 градусов Цельсия. Хорошо, правильно. Идем дальше. Номер 9. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если вот эти два по 8, ну-ка, 8 и 8, а эти два по 10? 10 и 10. Смотри, при параллельном соединении резисторов одинакового сопротивления, как вот эти или вот эти, общее сопротивление этого участка, R1-2, да, первого и второго, будет считаться как сопротивление любого из них делить на 2. Ну, любого, потому что они одинаковые, логично, да? 4 Ом. Ну и у этих тоже, да, R3-4, берем любой из них, ну, неважно какой, потому что они одинаковые, это получается 5. Так, тут не видно уже. В общем, получается 5, 5, да, 10 вторых, это 5. Так, это 5 Ом. Ну, а дальше просто R1-2, вот этот вот кусок, вот этот кусок, вот с этим куском, соединены между собой одним проводочком последовательно. А значит, то, что их сопротивление общее, нужно просто сложить. 4, 5, всего получается 9 Ом. Вот и все. Дальше. Номер 10. Какое изображение 1-4 соответствует предмету, находящемуся перед зеркалом? Чтобы это сделать, можно найти по строениям хотя бы одну точку этого предмета. Ну, например, кончика стрелки. Что для этого нужно? Нужно провести перпендикуляр к зеркалу, измерить его длину, продлить этот перпендикуляр на такое же расстояние и убедиться, что мы попадаем в точку, соответствующую предмету 1. Можно и вторую тоже провести. Отсюда перпендикулярчик. На такое же расстояние продлеваем его и попадаем опять-таки в эту точку. Ну, и с любой точкой так можно провести перпендикуляр, продлить его на то же расстояние, и вы увидите, что каждая точка этого предмета соответствует находящемуся за зеркалом 1. Дальше. Одиннадцатое. Насколько единиц уменьшается массовое число ядра при его альфа-распаде? При альфа-распаде вылетает альфа-частица с массой 4 зарядом 2. Соответственно, если вылетает 4 массы, то массовое число уменьшается на 4. Такая задача. Дальше. Задача номер 12. Свинцовый шар, совершив свободное падение с нулевой начальной скоростью с некоторой высоты на бетонную плиту, останавливается. Все. Упал. Остановился. Логично. Как изменились в результате падения полная механическая энергия и внутренняя энергия шара? Очень хороший, простой вопрос. Смотри. У него, когда он висел на какой-то высоте, была энергия. Упал. Ну, механическая энергия была. Потенциальная конкретно, да? Была энергия, он упал. Механической не стало. Соответственно, как изменилась полная механическая? Ну, просто умеется, уменьшилась. Она была, теперь ее нет. Уменьшилась. Куда она делась? Ну, она пошла на то же самое. Куда она идет, когда вот так вот вы ладошки между собой трете, они у вас нагреваются. И это вы совершаете работу, которая превращается во внутреннюю энергию, да? А здесь механическая энергия просто превратилась во внутреннюю энергию. Соответственно, внутренняя энергия, разумеется, увеличилась. Это два, это один. Хорошо. Дальше. Идем к тринадцатой задаче. Свинцовый шарик нагревают в пламени свечи. Как при этом меняются его объем и плотность вещества? При нагревании с телами происходит то, что называется тепловым расширением. При тепловом расширении объем тела увеличивается. Это сразу же ответ на первый вопрос. При этом масса остается неизменной. Тогда в формуле плотности масса делить на объем. У вас масса, то есть числитель, остается неизменным. Объем увеличивается, но тогда плотность уменьшилась. Все. Плотность уменьшается. Значит, в тринадцатом ответ 1, 2. Сейчас я выпущу кота. Продолжаем. Задача номер 14. В калориметр с водой добавили лед. На рисунке представлены графики зависимости температуры от времени для воды и льда в калориметре. Теплообмен с окружающей средой пренебрежимо мал. То есть сколько вода отдает, столько лед забирает. Используя текст и рисунок, выберите два верных утверждения. Давай сначала проанализируем, что происходит. Вот у нас была, ну очевидно, вот это была вода. Это был лед. Потому что лед был ниже нуля, вода была выше нуля. И вода, охлаждаясь, отдает тепло. Окей, здесь в общем-то вопросов нет. А со льдом что происходит? Лед, получая тепло от воды, он нагревается до какого-то момента. А потом перестает нагреваться. Что происходит со льдом при достижении температуры 0? Ну конечно же, он начинает плавиться. Лед плавится, используя вот эту энергию воды. Но до конца лед расплавился или не до конца, мы не знаем. То есть там в точке B может быть как вода с оставшимся льдом, который не расплавился, а он не будет плавиться. От воды температуры 0, лед температуры 0 плавиться не будет. Ему нужно что-то, от чего можно забрать энергию. А тут теплообмен закончился. Тепловое равновесие наступило в точке B. Либо там может быть только вода, если весь лед растаял. Мы этого не знаем, этого мы сказать не можем по условиям этой задачи. Давай смотреть. Первое. Начальная температура воды равна Т1. Да, действительно это вода. У нее начальная температура была вначале вот такая, Т1. Второе. Участок ВБ соответствует процессу плавления льда в калориметре. ВБ? Да, он здесь плавился. Все понятно. Третье. Точка В соответствует времени, когда в системе водолед установилось состояние тепловарновесия. В точке В нет. Лед плавился, вода охлаждалась еще. В точке В тепловое равновесие. Так что это неправильно. Четвертое. К моменту установления теплового равновесия весь лед растаял. Сразу же мы говорим, что мы этого утверждать не можем. Пятое. Начальная температура льда равна 0 градусов Цельсия. Начальная температура льда. 0 градусов Цельсия. Т2 явно ниже, чем 0 градусов Цельсия, поэтому это неправда. Окей. Дальше. Номер 15. Запишите результат измерения атмосферного давления с помощью барометра анероида, учитывая, что погрешность измерения равна цене деления. Кстати, предыдущую задачу не проверил. 12, да, все правильно. Так. Смотрим. Во-первых, обратим внимание на что. У нас тут есть миллиметр ртутного столба и паскали. Почему есть разные? Потому что, смотри, верхняя часть, короче, картинка отсканировалась не очень, но тут написано х тысяча паскаль. Вверху. Значит, верхняя шкала, вот эта, она соответствует тысячам паскаль. То есть, вот здесь 96 тысяч, 97 тысяч паскаль, 98 тысяч, ну и так далее. То есть, если смотреть по верхнему, 100, а здесь 101, то есть, здесь получается, ну типа, вот это деление, это 100,5, 100,6, 100,7, показания. 100,7 тысяч паскаль, ну то есть, килопаскаль. 100 тысяч, 700 паскаль. Так что, точно, не просто паскали, килопаскали, потому что, х тысяча паскаль, и это нужно увидеть. Что оно тут есть. Так что, эти два нам сразу не подходят. А вот внизу написано, миллиметр ртутного столба. То есть, нижняя шкала соответствует миллиметрам ртутного столба. 750, здесь 760, то есть, здесь 750, 751, 702, 53, 54, 55, 56, 756. То же самое, 756 миллиметров ртутного столба. А, ну не 756, значит 755, да? 755, ладно, тут в принципе можно было и не снимать показания. Нам важно, что погрешность равна цене деления. Цена деления, это разность показаний между соседними рисками, то есть, 750, здесь 751, разность показаний 1, значит, плюс-минус 1 нам подходит. Вот это единица, правильно? Правильно. Ну а как могло быть иначе? Дальше. Номер 16. Ученик провел эксперимент по изучению силы упругости, возникающей при подвешивании грузов разной массы к резиновым шнурам разных длины и диаметра. Результаты проведенных прямых измерений массы груза, диаметра поперечного сечения шнура и его первоначальной длины и удлинения, а также косвенное измерение коэффициента жесткости представлены в таблице. Так, хорошо. Значит, массу измерял, диаметр, чего еще раз? Диаметр поперечного сечения шнура, то есть толщину шнура фактически он измерял, первоначальную длину, удлинение и, соответственно, жесткость, которая получилась. Нам нужно выбрать два утверждения, соответствуют именно результатам проведенных экспериментальных измерений. Не просто физики, а именно измерений. Запишите в ответ номера. Окей. Первое. При увеличении длины шнура его жесткость увеличивается. Давай проверим. Что мы для этого должны сделать? Ну, в принципе, какую массу подвешивать нам не важно, поэтому одинаковые массы нам не нужны. Нам важно взять шнуры одинакового диаметра, одинаковой толщины, разной первоначальной длины и убедиться, то, что при увеличении длины жесткость уменьшается, а не увеличивается. То есть мы взяли все одинаковое. Ну, то, что там, какой груз, какой массой подвешен груз, и какое удлинение, нам не важно здесь, конечно. Нам важно именно проконтролировать, чтобы одинаковые были они по толщине, только по длине отличались, и посмотреть, что с жесткостью. Дальше. При увеличении диаметра жесткость увеличивается. То есть здесь мы должны взять одинаковой первоначальной длины, взять увеличить диаметр толщины шнура и увидеть то, что увеличивается жесткость при увеличении диаметра. Правильно? При увеличении диаметра жесткость. Да, все правильно. Так и есть. Хорошо. Дальше. Третье. Удлинение шнура не зависит от первоначальной длины шнура. Удлинение не зависит от первоначальной длины. Вот, да, то есть мы должны здесь взять одинаковую толщину, одинаковый груз тогда мы должны взять, взять разную первоначальную длину и убедиться, что удлинение зависит. Чем больше первоначальная длина, тем больше удлинение. Ну, то есть это неправда. Здесь важно было брать одинаковую массу, да? Ну, грамотность построения эксперимента здесь проверяется. Четвертое. Жесткость шнура не зависит от массы подвешимого груза. Четвертое. Жесткость не зависит от массы. Ну, то есть давай мы возьмем одинаковые шнуры, типа 3, 3, 50, 50, одинаковые шнуры, подвесим разные массы и убедимся, что жесткость от этого не поменялась. Это правильно. Получается, что так. Так, хорошо, дальше. Пятое. Удлинение шнура зависит от упругих свойств. Оооо, все понятно сразу, да? Что? Ну, от упругих свойств материала это просто сразу ставить нет, потому что мы не измеряли никакие упругие свойства материала. Мы здесь из разных материалов ничего не пытались соорудить. Так что это неправильно. Окей. То есть здесь мы выбираем 2, 4. Так, дальше идет лаба, которую мы пропускаем. Почему? Потому что я все лабы разобрал в мае 2024 года. Они с тех пор не поменялись, но ОГЭ могут быть только эти лабы, поэтому если вам интересно, зайдите. Это стрим на этом, ну не на этом, а на ютуб-канале Азатадеев физик ОГЭ. Там посмотрите разбор всей лабораторной работы, разобрал в открытом доступе. Стрим лежит, как по велкам. Смотрите и изучайте, если хотите позаниматься лабами. А мы читаем текст на 18-ю задачу и отвечаем на нее. Итак, болиды и метеориты. Болида называется довольно редкое явление. Летящий по небу огненный шар. По небу проносится яркий огненный шар, сопровождаемый хвостом и разлетающимися искрами. По пути движения болида на небе остается след в виде дымной полосы. Ночью болид освещает местность на сотни километров вокруг. После того, как болид исчезает, через несколько секунд раздаются похожие на взрывы удары, вызываемые ударными волнами. Эти волны иногда вызывают значительное сотрясение грунта и зданий. Это явление вызывается вторжением в плотные слои атмосферы крупных твердых частиц, называемых метеорными телами. Двигаясь в атмосфере, частица нагревается вследствие торможения, и вокруг нее образуется обширная светящаяся оболочка, состоящая из горячих газов. Суеверные люди принимали такие огненные шары залетящих драконов с огнедышащей пастью. От сильного сопротивления воздуха, причем чем больше скорость тела, тем больше силы сопротивления, метеорное тело нередко раскалывается и с грохотом выпадает на Землю в виде осколков. Остатки метеорных тел, упавшие на Землю, называются метеоритами. Метеорное тело, имеющее небольшие размеры, иногда целиком испаряется в атмосфере Земли. В большинстве же случаев его масса за время полета сильно уменьшается, и до Земли долетают лишь остатки, обычно успевающие остыть, когда космическая скорость уже погашена с сопротивлением воздуха. Иногда выпадает целый метеоритный дождь. Метеориты состоят из тех же химических элементов, которые имеются и на Земле. Это в основном следующие 8 элементов – железо, никель, магний, кремний, серо, алюминий, кальций и кислород. Остальные элементы встречаются в метеоритах в очень малых количествах. Соединяясь между собой, эти элементы образуют в метеоритах различные минералы, большинство из которых имеется и на Земле. Большинство? Хорошо. 18. Задачу читаем. В первом случае метеорное тело влетает в земную атмосферу, двигаясь курсом, близким к встречному относительности Земли. Во втором случае это же метеорное тело движется параллельным курсом к Земле и входит в атмосферу, будучи притянутым к планете. В каком случае процесс разрушения метеорного тела будет более вероятным? Ну вот в скобочках уточнение явно нас ведет к ответу на вопрос. Прям знаешь, это знаешь, вот нам какой-то рассказ, 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 а в скобочках прям, а вот зависимость между прочим еще, да? Чем больше скорость тела, тем больше силы сопротивления. Ну конечно же это нам и дает ответ на вопрос. Типа нам тут говорили о том, что оно может разлететься, из-за сильного сопротивления оно может расколоться, да? Ну и соответственно, в каком случае будет больше скорость этого метеорного тела относительно атмосферы, когда они навстречу друг другу движутся или когда параллельно? Ну конечно, когда навстречу, тогда атмосфера движется ему навстречу, он движется навстречу атмосфере и возникает сила сопротивления. Воздуха в плотных слоях атмосферы очень большая, потому что он движется относительно атмосферы намного быстрее, чем в этом случае. Как в случае, когда параллельным курсом и движется. Соответственно, и это, да? И сила сопротивления больше будет, и сломается он в этом случае более вероятно. Давай мы включим этот... Перейдем на доску, включим здесь задочку и поясним свой ответ. Ну то есть мы договорились, да? Что из-за того, что движется навстречу, больше скорость будет, больше будет сила сопротивления, как оно написано в скобочках, и в этом случае более вероятно оно разлетится. То есть ответ. Ответ следующий. Курсом близким к встречному, а во втором параллельном. В каком случае будет более вероятным? В случае встречного движения. Встречного движения. Так, и поясняем мы как? В скобочках, конечно, то, что нам нужно. Пояснение. Первое. Первый момент, это связано с тем, что сила сопротивления, сила сопротивления больше, когда, если, если скорость больше. И второй пункт, это то, что при встречном при встречном В относительно атмосферы больше. Понятно, что так писать на экзамене не надо. Это я просто с целью экономия времени. И сейчас я проговорю, как бы я написал на экзамене. Ответ. В случае встречного движения. Понятно. Я бы так и оставил. Во втором случае метеорное тело движется параллельно. Как там встречного движения? Ну, встречного движения нормально тогда. Пояснение. Сила сопротивления, действующая на метеорное тело со стороны атмосферы, тем больше, чем больше скорость этого метеорита относительно атмосферы. При встречном движении скорость метеорного тела относительно атмосферы будет равно сумме скоростей атмосферы в скобочках планеты Земля и метеорного тела. В случае, когда тела движутся параллельным курсом, когда... В случае, когда Земля и метеорное тело движутся параллельными курсами, в этом случае скорость относительно атмосферы будет равна разнице скоростей между метеорным телом и атмосферой. То есть, в случае... То есть, при встречном движении скорость метеорного тела относительно атмосферы будет выше. Вообще, то, что я сказал там про сумму и про разность... Ну, про сумму, если не прям встречным направлением, то это правда, а вот про встречное, про параллельное, про разность, это не совсем правда, потому что оно же еще будет падать дополнительно, да? Это не просто будет вот так, а он будет вот так падать. Поэтому, в принципе, наверное, можно обойтись без вот этих сумм и разностей, да? Да, так как они нужны. Просто сказать то, что при встречном направлении движения скорость метеорного тела относительно атмосферы будет выше, чем в случае с движением близким к параллельным курсам. Смотрим ответ самой Камзеевой, чтобы вы, ну, как бы, вы услышали, как бы я ответил, да? Теперь посмотрим, как бы она ответила. Больше вариантов вы слышите. Точнее сформулируйте свой на экзамене. Итак, тут просто написано в первом случае. В первом случае это когда близким к встречному направлению. Окей. Второе. Скорость метеорного тела относительно Земли в первом случае будет выше. Следовательно, силы сопротивления при прохождении атмосферы будут больше. Нагревание и разрушение метеорного тела будет происходить быстрее. А почему здесь быстрее? Тут вероятнее. Ну, ладно. Последнее предложение вообще, то, что у них написано, вообще не важно. Нам важно именно просто про вероятность, да? Поэтому, да. В принципе, мы ответили одинаково с ним. И вот это вот про сумму и разность действительно не надо. Наверное, это я это я борщинул. Наверное, надо без этого. Окей. Пошли дальше. Задача номер 19. Саша поместил свой мобильный телефон под колокол воздушного насоса и откачал весь воздух. Горизонтальная подставка, на которой лежит телефон, покрыта толстым слоем войлока. Услышит ли в этом случае Саша звонок от друга? Ответ обосновать. Очень прекрасная задача. Если он откачал весь воздух, то в этом случае он убрал среду. А звук это механическая волна. А механическая волна, она может распространяться только в среде. Это не электромагнитная волна, которая может по вакууму. Это нужна обязательно среда. Причем, ну можно уточнить, конечно, что звук это там продольная механическая волна. И да, ей нужна среда для распространения. А если он откачал весь воздух, он забрал оттуда среду. И распространяться теперь в звуковой волне не почему. Собственно, звук слышать не будет. Ну, и можно еще дополнительно написать про войлок, что войлок является плохим проводником звука, хочется сказать. Ну, и надо что-то... Ну, просто надо, наверное, написать, типа, так же в войлоке звуковая волна распространяется... Так же войлок очень быстро гасит звуковая волна. Можно уточнить, но вообще, как бы подразумевается, что мы будем именно долбить в отсутствии среды. Про войлок особо тут распространяться не надо, но я бы все-таки уточнил для полноты картины просто. Итак, давайте, ответ. Ответ нет. Пояснение. Пояснение. Первый момент заключается в том, что звук звук механическая волна. Второе утверждение это то, что механическая волна распространяется только в средах. Распространяется в средах. Ну, да, наверное, может быть, это будет частью первого пункта, но тогда будет третий пункт. Окей. Если я выделяю их как отдельный, то давай третий пункт. Это то, что откачал, откачал, среды нет. Среды нет. Окей. Значит, пояснение. Звук является механической волной. Можно не уточнить, что она продольная. Механические волны способны распространяться только в средах. Так как Саша откачал весь воздух из-под колокола, из-под колокола, то он полностью убрал среду из-под колокола. Поэтому механическая волна не может распространяться, и Саша не услышит звук. Точка. Можно написать что-то типа в войлоке механические волны в войлоке звуковая волна быстро затухнет. Ну, можно в принципе ничего не писать, наверное, про войлок. Давайте посмотрим, как у нее. Ну, я бы, конечно, я бы написал в конце, вот после точки, я бы написал в войлоке механическая волна быстро, звуковая волна быстро затухает. Все. Точка. Девятнадцать. Нет, не услышит. Под колоколом вакуум, а в вакууме звук не распространяется. Или для распространения звука необходима среда. Ну, то, что мы написали. Видишь, про вакуум вообще всем пофигу. Как бы то, что войлок — это среда, и то, что там вообще-то не вакуум, потому что там есть войлок. Ну, ладно, короче. Окей. Все. Теперь мы, значит, с качественными закончили. Погнали решать количественные задачи. Двадцатая. То есть, уточнение вакуума в предыдущей задаче не является обязательной частью. Задача номер двадцать. Поехали. Что там у нас? Груз массой пять килограмм, подвешенный на легком тросе, поднимают вертикально вверх с ускорением, равным по модулю один метр в секунду и направленным вверх. Чему равен модуль силы натяжения троса? Очень простая задача по механике, где нужно все, что нужно сделать, это применить второй закон Ньютона. Ну, конечно, силы еще надо изобразить. У нас есть ускорение один метр на секунду в квадрате, у нас есть G десять метров на секунду в квадрате, и у нас есть желание найти силу натяжения троса. Есть у нас такое желание? Надеюсь, что есть. трос, груз, силы, действующие на груз, сейчас нарисую, сила тяжести МЖ, ускорение, безусловно, мне тоже понадобится для второго закона Ньютона, и сила натяжения нити тоже изображается. Ну, давай, выбираем ось Х, направленную наверх, пишем второй закон Ньютона на Х, и что у нас получается? Т сонаправлено с осью Х, МЖ противонаправлено оси Х, силы закончились, осталось только ускорение, значит, мы ставим равно МА с плюсом, потому что ускорение сонаправлено с осью Х. И все, сюда можно подставить числа и посчитать. Т минус 5 на 10 равно 5 на 1. Тогда Т будет равно 5, это сюда переносим, 5 плюс 50, 55 Ньютон. Вот это ответ задачи. Все правильно. Сила натяжения троса 55 Ньютон. Окей. Так, переходим к задаче номер 21-22. Сейчас сотру с доски и поедем. Стальной осколок падая из состояния покоя с высоты 103 метра у поверхности земли имел скорость 40 метров в секунду. Так, давай, дано. Что там? Высота аж 103 метра. Ну, падать без Ж это нехорошо, поэтому уже сразу записываем. У поверхности земли имел скорость 40 метров в секунду. Так, допустим. Насколько повысилась температура осколка, если считать, что изменение его внутренней энергии произошло в результате совершения работы сил сопротивления воздуха. То есть, получается так, что сила сопротивления воздуха совершила работу по уменьшению механической энергии и увеличению внутренней. То есть, другими словами, сейчас мы напишем, давайте, вопрос. А, подожди, нам есть изменение температуры, то еще нужно теплоемкость будет. Изменение температуры, теперь вопрос. Давай, запишем, и сейчас к этому придем. Теплоемкость у нас 500. Сталь, точно, 500. 500 джоуль на килограмм и на градус цельсия. Так, значит, был осколок, и у него здесь, или что там, осколок, не осколок, да, осколок, у него, значит, вот здесь была E, механическая, равная MGH. Он из состояния покоя падает, правильно? Из состояния покоя. То есть, кинетической не было, потому что скорости нет. Вот он упал, вот здесь у него в конце, внизу, есть скорость V, и E механическая штрих у него будет равна MV в квадрате на 2. Но, ну, то есть, кинетической, да, здесь была только потенциальная, здесь стала только кинетическая. Потому что здесь поверхность земли уже, да, у поверхности, он как бы еще не столкнулся, но сейчас вот, сейчас выпадет. и говорят, и говорят, что энергия, ну, то, что он нагрелся, значит, то, что сила сопротивления совершала работу, так, что эта энергия больше, чем вот эта. Почему? Потому что часть из этой была съедена силой сопротивления, ну, или по-другому, конвертирована во внутреннюю. Понимаешь? Понимаешь? То есть, вот это больше, чем вот это на величину, на сколько увеличилась внутренняя энергия. По-другому. Получается то, что сколько было, если вычесть сколько стало, сколько осталось, мы узнаем, сколько пропало. Ну, не совсем пропало, а именно пошло на нагревание, на увеличение внутренней энергии. Вот такая вот формула. Вообще, она достаточно стандартная. q равно сколько было механической минус сколько стало механической. По-другому, кстати говоря, можно эту формулу записать. Ну, как бы это уже не часть решения. Да и это, в принципе, не решение. Решение начинается вот отсюда. Но по-другому можно было бы, знаешь, как сказать, типа здесь была только механическая, а здесь была механическая и еще плюс q к этому, ко всему. И тогда было бы mgh равно mv в квадрате пополам плюс q. То есть, e механическая равно e механическая плюс q. Было бы вот так. Вот это сюда перенеси. Получается, e механическая равно q плюс e механическая. Тоже, да, хорошая логика. Здесь была только механическая, а здесь часть перешла во внутреннюю. Ну, вот. Но мы оттолкнемся отсюда. Все равно разницы никакой нет. Сейчас мы сюда подставим формулы в механическую. Здесь у нас, значит, была mgh только потенциальная. Здесь у нас осталась только кинетическая. И q-шка мы расписываем как cm дельта t. Эту задачу невозможно решить, если нет массы. Ну, в смысле, невозможно решить без следующего. Из-за того, что у нас нет массы, нам нужно эту массу здесь сократить. Ну, а здесь это сделать можно с точки зрения математики, потому что масса есть здесь, здесь и здесь. иначе задачу не решить. Ты подставишь, убедишься, что массу ты подставить не можешь, значит, надо что-то делать. Сокращается она здесь. g это 10, h это 103, минус v в квадрате, это 40 в квадрате делить на 2, c это 500, дельта t я хочу найти. Ну, давай, поехали. Так, здесь 1030 минус 800 это 230, да? 500 дельта t, так, все правильно, да? И тогда дельта t это 0,46 градусов Цельсия. Все. Так, проверяем. 0,46 градусов Цельсия. Все так. Окей. Эти задачи разобрались и остается финальная задача номер 22. 22. Так, с помощью электрического нагревателя сопротивлением 200 Ом, давай сразу буду записывать дано, сопротивление 200 Ом нагревают 440 грамм молока. Масса 440 грамм или 0,44 килограмм молока. Электронагреватель включен в сеть с напряжением 220 вольт. Напряжение 220 вольт есть. За 390 секунд давай я напишу это буквой Тау, ладно? 390 секунд молоко в сосуде нагревается на 55, потому что здесь будет Т, здесь будет Тау, давай, чтобы было красиво, да? 55 градусов Цельсия. Ну, такое горячеватое уже становится. Такое пить лучше не надо сразу. Определите по этим данным удельную теплоемкость молока. А, С молока нужно найти. Хорошо. С молока решение. То есть, получается, что у нас нагреватель выделяет какое-то количество теплоты. ку нагревателя. Нагревателя. Выделилось. На что оно пошло? Оно пошло на нагревание молока. Что это? Какая-то слишком простая задача, нет? Какая-то очень простая, хотя бы КПД бы здесь дали. Ну, ладно. Как далее, так далее. Выделилось в нагревателе, пошло в молоко. Как посчитать ку нагревателя, если у меня дано Р и У. Ну, понятно. У в квадрате делить на Р. Мы не забываем время еще. Стандартная формула для выделения количества теплоты при протекании тока. Да, так он же в Ленце. Ну, такой деформированный. В смысле, преобразованный. Ку для молока. Что? Это СМ дельта Т. Все? А что? Просто подставить сюда числа остается? 220 в квадрате делить на 200 умножить на 390 равно С масса 0,44 и дельта Т 55. Так, чтобы выразить С, нужно все вот это, то, что здесь есть. 220 в квадрате делить на 200 умножить на 390. Ну, давай 390 сюда напишем. Умножить на 390 поделить на 0,44 и поделить на 55 нужно вот это поделить на эти два еще. Значит, вот они знаменитые. С получается сколько? Так, здесь будет 4, здесь будет 500, это будет 2000, это будет 10, 3900 джоуль на килограмм и на градус Цельсия. Вот это наш ответ. Правильно? Правильно? Хорошо. Если что, на ОГЭ можно калькулятор, мне просто нравится больше считать устно. Окей. Ну вот, такой вариант, достаточно простой, на мой взгляд, и качественный, и хороший, и количественный, ну вот это прям совсем простая какая-то задача. Ну, поставили, поставили номер 22, по мне, так это номер 20 скорее, чем 22, ну ладно. А был бы здесь КПД, было бы еще получше. Ну что ж, на этом мы закончили. Еще раз говорю, что со мной можно заниматься, готовиться к ОГЭ и к ЕГЭ можно со мной готовиться, переходите по ссылочке в описании, там можно записаться на какой-то курс, спросите, что за курс, спросите, сколько стоит, и задайте вопросы, конкретно, что там будет происходить. Я готовлю качественно, если что. Ну а сейчас со всеми прощаюсь, спасибо, кто посмотрел видос, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,